Наш курс называется «Я исследователь». Программа курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся исследовательской деятельностью и направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать ее достижения, а также креативных качеств, гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличие своего мнения, коммуникативных качеств. Актуальность программы нашего курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем дне школы. Программа курса позволяет реализовать актуальный в настоящее время личностно-ориентированный подход. Система занятий ориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта в разнообразной деятельности, такой как учебно-познавательная деятельность, практическая деятельность и социальная деятельность. Курс «Я – исследователь» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса является формирование поисково-исследовательских и коммуникативных умений младших школьников. Почему небо голубое, а не зеленое? Очень трудно найти ответ на такой простой вопрос. Я думал, почему небо голубое, из-за того, что в воду содержатся маленькие капельки воды и водяной пар, а небо голубого цвета, как и вода в море. Еще одно доказательство, которое подтвердает, что белый свет состоит из семи разных цветов. Она называется радуга. Мы его можем увидеть только тогда, когда есть солнце и идет дождь. И когда происходит преломление белого луча от капель к дождям. Белый свет преломляется об переднюю стенку капли. Какая-то часть попадает вовнутрь капли, преломляется об задней стенке капли и на выходе еще раз преломляется и выходит уже из капли все семи цветами радуги. Занятия нашего курса разделены на теоретические и практические части. Причем проектная деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер. Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса «Я исследовать» имеет отличительные особенности. Имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные особенности детей. В большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими особенностями младших школ. Проектная деятельность осуществляется в школе и дома, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы, реализует задачу выявления творческих способностей, одаренности и склонности к различным видам деятельности. В старину люди определяли время по петушиному крифу. Первый кукурику считался в первый часу ночи, второй кукурику во второй, третий кукурику, четвертый. Первый кукурику крестьяне собирались в дорогу, во второй кукурику женщины встали поставить хлеб или подоить корову. Предки кур считались и дикие куры, банкиевские, которые обитают в Индии. Линяя домашних животных на развитие детей известна очень давно. Еще в теми десятых годах армиканский ученый-психотерапевт писал, что у детей, у кого есть домашние животные, менее агрессии, чем у которых нет домашних животных. Представьте себе, ни одна купленная игрушка не сможет заменить домашнего животного, потому что для детей важна форма, размер, цвет, запах, чем картинка. В нашем кружке дети в игровой форме начинают исследовать и доказывать небольшие, но уже значимые ситуации. Например, как помочь бабушке, если она потеряла очки, чем полезно молоко, как ты будешь действовать, если на тебя в горах обрушилась лавина. Ребята постарше увлекаются проектами на более серьезные темы. Например, что такое вулкан, как влияет гипноз на жизнь человека, существует ли на самом деле баба-яга. Иногда исследования имеют практическую направленность. Например, создание макета детской площадки или робот-ложка-мешатель. Курс «Я исследователь» учит ребят думать, рассуждать, придумывать и доказывать свои гипотезы. Может быть, одна из них воплотится в жизнь. И среди этих мальчишек и девчонок уже сейчас зарождается ученый с большим именем.